Эфир телеканал РБК продолжает программу интервью. Сегодня мы работаем в нашей выездной студии в выставочном комплексе ВДНХ-Экспо, где открылась 30-я юбилейная международная выставка форум «Газнефть технологии-2022». Сейчас к нашему разговору подключается заместитель генерального директора башкирской содовой компании Федор Афанасий Федор Игнатьевич. Приветствую вас. Но в первую очередь сначала, конечно, хочу спросить о впечатлениях о выставке. 30-я международная юбилейная. И у башкирской содовой компании достаточно большой стенд и огромный интерес всех участников. Как вам сегодняшний день? Ну, если честно говоря, день прошел очень насыщенно. Я даже устал, хотя уже, наверное, это время должно было уже, как его, пройти, закончиться. Тем более, первые дня выставки. И пленарное заседание очень успешно прошло. Очень понравились доклады общества нефтепереработчиков, Роснефть, Оренбург, Газобача и дали, где подробно освещены проблемы нефтепереработки нефтехимии Российской Федерации. Ну и предложен даже ряд решений в этой нынешней трудной, достаточно экономической ситуации, именно в части импорт-замещения как оборудования, так и химических веществ. Также сегодня, буквально несколько минут назад, закончились переговоры с руководством Республики Каракал-Пакстан, Республики Узбекистан, именно возможности сотрудничества, производства каустической соды, кальцинированной соды и ряда химических реагентов, которые могли бы применяться успешно в народном хозяйстве обоих государств. И очень много-много прочих переговоров. В целом отмечу, что экспозиция этой выставки в этом году поражает меня лично. Ну вот относительно Кунградского содового завода, они там выпускают всего 200 тысяч тонн. Соды, конечно, по сравнению с башкирской содовой компанией, даже наравне не стоит, но, конечно, прям мечтают о сотрудничестве с нами. Да нет, это на самом деле не Кунградский содовый завод, это другой инвестор, который именно заинтересован в производстве каустической соды, поскольку в Узбекистане, Узбекистан, вернее, обладает достаточно небольшими мощностями по выпуску. Продукт востребован, как говорят, это третий хлеб химической промышленности, костя серной кислоты, гальцинированной соды. И у нас есть определенные компетенции у башкирской содовой компании по производству этого продукта, и всем известно, что мы намерены провести конверсию ртутного электролиза, закрытие диафрагментом с переходом на мембранную технологию. И этим мы можем поделиться каким-то образом? Да, я думаю, что в рамках этого нашего огромного проекта, а он стоит порядка 25-30 миллиардов рублей, мы можем найти определенные точки соприкосновения, а также в этом процессе же образуется хлор, который необходим переработать в какие-то полезные хлорпродукты, неорганического, либо органического характера. Как я уже сказал, чтобы здесь был определенный симбиоз и польза обеим странам, чтобы не производить конкурирующую продукцию. Узбекистан мог бы производить хлорные продукты с частичным экспортом в Российской Федерации, мы бы тоже могли бы производить продукты, у которых нет компетенции Узбекистана, но мы готовы, так сказать, с радостью производить от русских на экспорт эту продукцию. Мы решили подписать соглашение о намерениях и уже дальше в рамках этого соглашения готовить технические задания и определить круг производимых продуктов именно хлорного характера. Федор Иванович, ну еще одно направление, которое стало приоритетом для башкирской сходовой компании, с уходом западных компаний, которые производят синтетические моющие средства, всем известные стиральные порошки и другие продукты. Да, вот здесь мы видим, что есть давно начатое производство ЭКОЛЬ, дочернее производство башкирской сходовой компании. Здесь насколько тоже готовы все-таки нишу какую-то, ну так скажем, занять в том плане, что вот сегодня мы смотрим там по отчетам, что к концу года можете 7% рынка занять, но вот можем ли больше пирог откусить, потому что сейчас многие бренды уходят, и мы понимаем, что их нужно заместить, и как бы хорошо было, если это была продукция башкирской сходовой компании. Ну смотрите, выпуск СМС начался на производство объединения сода с 1981 года еще. Проектирующим выступала украинская НПО по памяти, ну в общем, сейчас называется НИАХИМ, Всесоюзный научно-исследовательский проектный институт продуктов основной химии. Ну просто так в силу исторических обстоятельств сложилось, что все производства кальцинированной соды и продуктов на его основе проектировались этим институтом в Харькове. Еще изначальная мощность производства предполагалась 60 тысяч тонн в год. Это с лихвой могло бы покрыть потребности тогда башкирской АССР, и даже, наверное, там этого Уральского и Поволжского, ну не федеральных округов, а в СССР был термин, по-моему, экономический район и так далее. Но, конечно, 60 тысяч тонн в год это при однообразном марочном ассортименте, а при разнообразном с выпуском порошков, там, для ручной стирки, автоматов, типа Эра, Лотос, вот знакомые советские наимнования, смело можно было бы производить 25 тысяч тонн в год. Да, в силу там определенных обстоятельств, развал СССР и дальше экономическая политика привела к тому, что объемы неуклонно падали. В конце концов, в 2018 году производство вообще было закрыто. Но этом также и способствовала крайне агрессивная политика там мировых гигантов, крупных монополий в этой области, они известны, их немного, там их буквально три, один из них Энкель, Проктер и Гэмбелл, да, они и есть, в которых масса заводов здесь, в Российской Федерации. Обидно же в том, что они здесь существовали, паразитировали, я думаю, даже на нашем теле, поскольку они же использовали наше же сырье, нашу калицинированную соду, Сиритамакскую или Березняковскую, это единый холдинг. Мало того, значит, получали прибыль, которую они выводили, используя наш продукт, но еще я считаю, что некоторым способом они обманывали потребителей, поскольку они производили и производят стиральные, статистически моющие средства так называемым сухим способом. Сухой способ это что такое? Это простое смешивание всех компонентов, ну просто смешай в обгновенном ведре, в тазике, и потом их, это, расфасовывай в красивую упаковку. Даже я могу вам привести пример, к нам приходит масса претензий от фирмы, да, от этих же, небезызвестных. Подайте им кальцинированную соду определенного гранд-состава. То есть не надо там мелочи, не надо слишком крупной фракции. Я еще удивлялся, а что за дикие претензии? Я просто как обывательский не знал, что они так это... Банальный способ. Да, банальный способ, все это дело. Действительно, получи это кальцинированную соду, специально переработай, да, для них, чтобы, получается, ну просто смешал гранулки определенного, вернее, зерна определенного гранд-состава, да, диаметра, добавил эти там гранулки еще для цвет, цветности зелененькие-синенькие, ну все красиво выглядит, продавай эти дорогущие порошки, и даже еще организуй потом раз в квартал маркетинг в акции по сниженной цене 50%, да, они могут это сделать, но, к сожалению, наш Техоль это не смог сделать, поскольку он производил, пока буду говорить, до 2018 года, но в основном это СМС, так сказать, среднего ценового сегмента, я не буду говорить, низший ценовой сегмент, это вот рекламирует, обычный стиральный порошок, да, действительно, он присутствует на рынке, но он пользуется определенным спросом, так далее, у него моющая способность 20-30%, а у нашего, кстати, вот 90%, так далее, ну, выпускался и стиральный порошок более высшего ценового сегмента, так называемый ТОБИТИЦ, прекрасный порошок с добавкой натурального мыла, с минимальнейшим содержанием фосфатов, именно, которые вредят окружающей среде, а именно водоемы, так далее, но, к сожалению, мы не смогли удержаться. Ну, в конце, значит, 2020 года было принято решение о возобновлении этого производства, к жалению, два года оно стояло, но мы вложили существенные средства, чтобы восстановить это производство, набрали персонал, но они потихоньку начали, потихоньку начали, 50 тонн, 100 тонн, 150 тонн входить в рынок. Но вот эта известная ситуация нам серьезно помогла, когда Кедди Жахенкель, Роктор Гембелл и другие решили там свернуть производство или уйти с рынка, мы смело нарастили объем производства до 500-800, и думаю, что в июне, в июле будет 1200 тонн в месяц, то есть это в годовом выражении уже 25 тысяч тонн. То есть, да, действительно, это уже получается 8% рынка стиральных порошков Российской Федерации будет принадлежать и коль. Ну, сода в этом плане же есть тогда конкурентное преимущество, вы сами производите сырье и сами же производите конечный продукт. Да, конечно, конечно. Калицинированная сода наша, кроме того же в рецептуре есть еще и пищевая даже сода и так далее, она тоже наша. Силикат натрия, который используется также в тесновой, это салават, салават стекло. В рецептуре есть и импортные составляющие, так называемые энзимы и отдушки, но они есть и в России, например, в Нижегородской области, город Дзержинск, и там существует большое производство энзимов, мы будем переходить на них. Рынок даже не почувствует этого дела. Ну, единственное, здесь, наверное, нужно перебренд какой-то, да, когда мы сделаем, ну, потребитель привык к достаточно красивой упаковке, вот ничего с этим уже не поделаешь. Ну, мы про это очень долго думали, но пока мы решили все-таки сохранить именно упаковку СМС, так, под маркой ЗИФА, ЛУЧ, да, ну, и сегодня мы долго дискутировали на круглом столе, ну, я считаю, что были замечания, высказаны, я считаю, что необходимо оставить эти неприявшиеся, эти вот наименования, этот облик этой пачки, это знакомое достаточно такого с позднесоветствую. Я думаю, что просто необходимо, чтобы эта пачка была бы, это, выглядеть более красочной, цвета были более насыщенные, и бумага была бы ламинированной, ну, это мои личные, будем сказать, пожелания. Наверное, так и сделаю. А дальше, есть у них приложение по ребрендингу, правда, с теми же названиями, но в иных цветах, ну, я думаю, им необходимо сделать определенный, как называется термин, опрос потребительский, да, фокус-группа, да, 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 понравится ли это потребителю, потому что мы несколько лет назад хотели изменить дизайн пачки под пищевой соды, так, это вот оранжевая пачка, да, известная везде. Здесь уж, наверное, абсолютно... Нет, мы долго думали, но все-таки, наверное, приняли правильное решение прекратить это безобразие. Абсолютно. Да, поэтому... А что ж, пачка соды равно как сгущенное молоко, всем абсолютно знакомо. Мы решили сделать по-другому, просто закупили три линии по выпуску, по фасовке, вернее, пищевой соды, так, по крайней мере, таким образом, чтобы, ну, минимизировать или прекратить утечки продукта при доставке, да. Продукт очень сыпучий и всегда найдет даже плотную упаковку... Небольшую щелочку. Да, чтобы уйти. По крайней мере, чтобы, как бы, понятно, что, может, с моей точки зрения это и нормально, но для потребителя, конечно, это, так сказать, это очень ему не нравится. Но я вспоминаю, когда раньше, это очень тяжело ее было даже открыть, а сейчас очень удобно открываются. Да, 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 пошли этим путем, дизайн изменился, вернее, дизайн остался таким образом, просто пачка стала другой. Ну, естественно, что у них в планах, и у нас в планах, снова начать выпуск стиральных моечек средств под брендом, значит, Тоби Кидс, Тоби Кидс, то есть премиальные сегменты, особенно для стирки детской одежды. Ну, и поскольку в стране развитые рынок СМС именно жидких, и так далее, то намерены вести работу и в этом направлении. Ну, кроме того, заметь, что ООО «ЕКОЛЬ» занимается реализацией такого известного дезинфицирующего средства, как белизна, все-таки водный раствор гипохлорита натрия, в настоящее время разработана рецептура получения белизна геля. Ну, достаточно удобнее, да, многие компании уже обладают? Да, это связано именно с удобством, так сказать, дозировки, применения бытов. Экономичного, да. Да, да, да. Поэтому, ну, в принципе, результат там на очном центре получился положительный. Думаю, что в скором времени это будет организовывать, это производство будет организовывать. Ну, тогда завершая разговор, Фигнач, хочу спросить, вот относительно вот этого заявленных, так скажем, возможности занять до 15% рынка, все-таки к следующему году реализуемым? Я думаю, что 15% занять это реализуемо, и в следующем году, ну, как я сказал, это к концу, наверное, этого года, это как его 10% получить бы, да, к концу именно 22-го года, а в следующем году добиться 15%. Но с учетом того, что, опять-таки, есть конкурентные преимущества башкирской содовой компании, поэтому, я думаю, трудов больших не составит, и мы будем хвалиться не только нашей пищевой содой, которую знают все, что сделано в Башкортостане, но еще и нашими продуктами, синтетическими мощными средствами. Подвиждаем, 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 подвиждаем. Желаем вам в этом успехов, спасибо большое, что работаете, на благо всех нас. Я напомню, вместе с нами сегодня был заместитель генерального директора башкирской содовой компании Федор Афанасьев, ну а вы смотрите РБК, будете в курсе событий, не переключайтесь.